Угадай, где я? Я не дома. Угадай, с кем я? Та-дам! Наши стилисты-имиджемейкеры Элина Кузнецова, Ольга Епифанова, ну и, как вы догадываетесь, я продюсер этого проекта Гриша Шуба. Если я появляюсь в кадре, это значит, что у нас будет битва стилистов. Вы готовы? Давно не было, мне кажется. Давно не было, и мы, конечно же, готовы. Скоро что? Скоро зима? Да, как бы грустно не было признавать тот факт, но синоптики-метеорологи нам прогнозируют заморозки, а это значит, что самое время нам с вами одеваться тепло, но это не значит, что тепло и не должно быть стильно. И это мы сегодня докажем. Обязательно. А кто победил в этой битве стилистов, решать, конечно же, будете именно вы. Поэтому мы ждем ваши комментарии. Обязательно внимательно смотрите этот ролик. Поехали? Да, мы начинаем. Ну а мы переходим к первому этапу битвы стилистов, и я отправляю наших стилистов-имиджмейкеров на подбор той одежды, с которой они будут создавать образы. Первое, что привлекло мое внимание, это вот такая джинсовая рубашечка. Она состоит из нескольких оттенков денима. Это такой color block, который сейчас тоже у нас очень актуален. Причем джинсу вы можете сочетать не только между собой, но и с разными другими фактурами. Это будет смотреться очень стильно, очень круто. И здесь еще дополнительно пришиты валаны, которые добавляют романтичности. Казалось бы, такой грубой, ну грубоватой фактуре. Мне нравится, возможно, пойдет со мной в примерочную. Мне кажется, я влюбилась вот в этот вот мохнатый, утепленный пиджак. Он вполне на теплое время, когда еще до нуля, может стать прекрасным вариантом верхней одежды. Пока не вижу себя в зеркало, но по моим ощущениям, это будет смотреться круто, если подобрать сюда еще какие-нибудь джинсы, грубые ботинки. И что-то хотелось бы такого яркого внутрь. Я уже представляю себе этот образ. Этот свитер такой яркий, такой сочный, что хочется его прям съесть. На самом деле, мне кажется, что он будет сильно поднимать настроение в студеную зимнюю пору, когда холодно, когда темно, сыро. В общем, когда люди уходят в зимнюю спячку или в зимнюю депрессию. А чтобы в нее не уйти, вот такой вот цветорочек, мне кажется, мне и визуально очень подойдет, и морально. Возможно, именно этот красный джинфер станет дополнением к тому комплекту. Во-первых, красный – это все-таки тренд сезона 2024, даже уже, наверное, все-таки 2025 года тоже. А во-вторых, мне хочется чего-то яркого этой осенью и зимой. Слушайте, я понимаю, что это, наверное, больше в эллинином стиле, но меня так зацепил, вот мой взгляд. Такая интересная, это даже ни рубашкой не назвать, ни свитером, ни кофтой. В общем, очень интересный предмет одежды наверх, назовем это так. Здесь и драпировка присутствует, и молния, и корсетная часть. В общем, выглядит круто. Примерю, если будет на мне хорошо сидеть, с этим тоже вы увидите сегодня образ. Сейчас понравились джинсы, представляю их на себе, вот эти вот. Но еще мне нравится один вариант, вот такой. Я, честно говоря, немножечко потеряла, с чего же я хочу больше? Наверное, они оба, обе, как сказать правильно, оба джинсы или обе джинсы. В общем, две пары джинс отправятся со мной в перемирочную для того, чтобы я могла выбрать, что же в моем образе понравится мне больше. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас я отправляю наших стилистов-имиджмейкеров в примерочную, и буквально через секунду на ваших экранах появится первая пара образов для вашего вдохновения. Как же стильно одеться этой зимой? Первый образ на сегодня от меня. Но не все же ходить в элегантном. Иногда можно выглядеть и как свой пацанчик. Что на мне тут надето? Все началось вот с этого бомбера. Бомбер мне понравился тем, что в нем собрано сразу много разных цветов и плюс модная нынче клетка. Я не смогла устоять против такого буйства красок и такого уютства и удобства. А далее совершенно случайным образом обнаружились брюки. Мне они очень нравятся именно в комплекте по фактуре с этим бомбером. Я просто в восторге. Ну дальше, раз уж образ в принципе такой вязанный весь, уютный, объемный, мне захотелось сюда, конечно же, добавить шапочку. Я выбирала на самом деле между цветом голубым и цветом вот таким вот светло-лиловым. Но вот этот вот мне показался больше совместим с тем комплектом, который сейчас на мне одет. Потому что он все-таки немножечко уходит в розовый. Ну и, конечно, завершала я свой образ сумочкой. Почему я такую сумочку геометричную выбрала? Да потому что здесь на мне клетка и у меня достаточно геометричный вырез на бомбере. Поэтому решение было сделано и выбор в пользу именно такой сумки. Ну и плюс, как же я могу объяснить здесь свои ботинки с принтом зебра? Ну все просто, здесь контраст и между волосами и цветом шапочки у меня тоже контраст. И поэтому это все друг с другом дружит и сохраняется гармония. Скажите, пожалуйста, друзья, как вам такой образ? Представляли ли вы меня вообще когда-либо в образе своего пацанчика? Я, честно говоря, иногда представляю, но редко так одеваюсь. Вот, собственно, на ваш суд. А сумочку, которую ты приготовила сзади? А сумочку, Гриша, еще заметил, которую я приготовила сзади. Она, на самом деле, мне тоже здесь нравится, но форма сама по себе мне здесь немножечко не подходит. Она слишком элегантная для этого образа. А пациенту, да, прекрасно бы сюда подошла. Но я сделала образ в пользу вот этой, потому что здесь все-таки геометрия. Что есть теплая одежда, ты наденешь сверху? Сверху я, пожалуй, здесь бы надела какой-то объемный, приобъемный пуховик, чтобы добавить вообще гипертрофированности объемной вот этому всему образу. Вряд ли сюда подошло бы какое-нибудь классическое пальто или даже пальто-халат. Как вариант, еще может быть пальто-кокон, но тоже такого, прям как с мужского плеча, очень-очень объемное. Это мои варианты. А что надели бы вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Наступила зима, и, видимо, проснулся во мне какой-то дикий зверь, что мне захотелось каких-то более драматичных образов. И начать я решила вот с такого. Обратите внимание, начала я образ именно вот с этой юбки. Юбка, которая создана как будто бы из разных частей наших старых джинсов, старых джинсовых юбок, курток и всего остального. Оттенки здесь разные, это смотрится стильно, это смотрится мега актуально. И за счет высокого разреза еще, на мой взгляд, very sexy. Что еще здесь, на что рекомендую обратить внимание? Внутрь я добавила очень интересный лонгслив. Он здесь как будто бы со швами наружу, которые создают визуально видимость принта. Но, в принципе, сюда даже обычную какую-нибудь гладкую водолазку, и тоже будет смотреться хорошо. Но этого мне было мало. Мне хотелось, во-первых, многослойности, во-вторых, еще больше дерзости. Поэтому я добавила кожаную жилетку. Причем, я помню, что у нас образы именно на зиму. Вы меня спросите, кто же в жилетке будет ходить зимой. Все очень просто. Такая жилетка, и я уже примеряла ее таким образом, очень круто смотрится под пальто. Вы надеваете, например, шерстяное теплое пальто, выправляете вот этот воротничок кожаный, и смотрится как будто это такая фактура пальто. То есть это как будто дизайн пальто. Очень круто, очень стильно. Поэтому рекомендую попробовать, если у вас где-нибудь, например, завалялась подобная жилеточка, наносить ее и зимой, в том числе, и не только осенью. Ну и ярким акцентом и завершением этого образа стала яркая сумочка. Я, честно скажу, хотела бы по форме чуть-чуть другую найти. Но это, конечно, мне тоже очень нравится. Мне нужен был именно яркий, насыщенный, классный цвет. Или лаковая фактура. Лаковую фактуру я не нашла, но зато яркий. Яркую акцентную сумочку отыскала. И вот вам, пожалуйста, весь законченный образ. Итак, дорогие друзья, на ваших экранах первая пара зимних образов от наших стилистов-имиджмейкеров. Именно так они предлагают вам одеться зимой 2024-2025 года. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из этих образов вам нравится больше. Образ от Элины Кузнецовой или образ от Ольги Епифановой. Ну а мы переходим ко второй паре образов. Образ номер два от меня. Это, вы уже помните, тот самый пушистый, лохматый, невероятно уютный, кстати, нежный и теплый, на минуточку, пиджак. Или я же могла бы даже называть это пальто. Ну, почти пальто, да, потому что мне досталось на тепло, а который стал основой моего образа. Я всегда начинаю свой рассказ с того, что же стала изюминка, да, с чего это все началось. Началось все, как вы помните, с этого пиджака. Дальше я увидела джемпер, красный джемпер, который мне тоже очень понравился. И как ни странно, третья вещь, которую я показывала, были вот те самые джинсы. То есть у меня образ сложился в итоге из тех вещей, которые я прям вот так вот точечно выцепила в совершенно разных брендах. Ну и не могла же я не дополнить свой образ вот такой вот большой сумкой шоппер. Сюда бы еще чего-нибудь напихать побольше, чтобы она такая прям объемненькая стала. Что мне пришлось делать сегодня снова, потому что я не взяла никакую обувь с собой на битву стилистов. Собственно, снова мои ботинки под зебру. И сверху, чтобы создать снова такой же контраст, как в предыдущем образе, я надеваю молочную, почти белую шапочку, что повторяет то, что надето у меня внизу, что, собственно, завершает мой образ. Мне сейчас, честно говоря, очень тепло. Сверху бы я прямо сейчас не стала бы ничего надевать. Но если бы мне нужно было бы пойти в минус 30 куда-нибудь, я надела бы на себя сюда такой объемный, огромный пуховик одеяла, который, знаете, вот сейчас в тренде, который без прострочек, просто такой единым полотном. Мне кажется, это было бы прям круто, с учетом еще и набитой вот этой сумки, вот этой теплой шапки и вот этой всей многослойности. Будет ощущение, что я только что вышла с фэшн-показом. А как вам такой образ? Я думаю, что многие из вас обратили уже внимание, что у нас еще с прошлого года в тренде гипюр. И сейчас он применяется не только в гипюровых юбках или каких-нибудь платьях, а как дополнительный верхний слой на брючки, на юбки, на шорты, на леггинсы. В общем, куда хотите, туда применяйте. Чем больше гипюра и чем больше он играет при вашей походке, тем, конечно же, лучше и интереснее. Я здесь выбрала несколько способов ношения, которые вам хочу показать вместе с этим свитером и с этими брючками. Если вам холодно, то, конечно, можно свитер носить стандартным способом. Я немножко его подворачиваю, чтобы он был наискось. Это визуально дает асимметрию. Асимметрия визуально дополнительно стройнит и еще показывает, что ножки у меня достаточно длинные, то есть откуда они растут. Можно, конечно же, все это выправить и носить более расслабленно. Это тоже допустимо и тоже очень стильно и очень актуально. Как еще это можно носить? Если вам стало жарко, или вы человек не мерзлявый, или вам просто хочется стильно и актуально дополнить чем-то образ, то свитер мы можем просто повязать на талию. Это тоже будет смотреться эффектно и интересно. Вместо свитера также можно использовать рубашку. Если используете рубашку, самый, наверное, такой актуальный вариант, который чаще всего встречается, это рубашка в клетку. Но вы можете использовать и другие принты, которые вам нравятся. В идеале, чтобы в них присутствовал хотя бы немножечко красный цвет, тогда это будет согласовано с брючками нашими. Ну или какие-то тоже по насыщенности подходящие туда цвета. Насыщенный зеленый, насыщенный синий. Тоже будет ярко, эффектно и стильно. Дополнила я это все дело классной красной сумочкой. В общем, много красного у меня сегодня в образе. Но, наверное, красного много не бывает. Как вам? Дорогие друзья, на ваших экранах вторая пара образов от наших стилистов-имиджмейкеров. Именно так они предлагают вам одеться этой зимой 2024-2025 года. Напишите, пожалуйста, в комментариях во втором туре, какой из образов вам нравится больше. Образ от Элины Кузнецовой или образ от Ольги Епифановой. Ну а мы продолжаем. И прямо сейчас на ваших экранах третья пара образов. И вот третий образ от меня. По традиции, с чего все начиналось? Все началось вот с этой вот макси черной юбки из эко-кожи. Она мне, конечно, очень понравилась. Но мне хотелось ее как-то обыграть. Иначе мне будет скучно все-таки ходить в черной кожаной юбке этой зимой. А далее по пути в примерочную. Обратно я встретила вот этот потрясающий свитер, который напомнил мне мои школьные годы. Где-то 2000-е, 90-е. Вот как раз таки вот эти вот яркие неоновые цвета были тогда в тренде. Далее, проходя еще дальше, я, конечно же, встретила ту самую бахрому, которую вы видели уже у нас в одном из предыдущих роликов, когда мы снимали видео про то, как одеваться, когда у вас маленькая грудь. Ну и, конечно же, у меня здесь уже лежала заготовленная розовая сумочка, которая мне не подошла в первый образ. Далее было как в тумане, потому что я понимаю, что будет скучно просто надеть юбку, бахрому и джемпер. И мне захотелось что-то еще трендовое сюда добавить, и им оказался пиджак в трендовый нынче актуальный принт-полоска. Именно поэтому образ сейчас выглядит достаточно эффектно и актуально. Ну и плюс ко всему, поскольку этот яркий цвет не очень подходит мне к лицу, поэтому я решила сделать ход конем и пошла, таки добралась до аксессуаров и выбрала для себя вот такие вот яркие сережки цвета фуксия, которые прекрасно теперь соединяют все акцентные точки в моем образе. А что скажете вы, оделись бы вы так этой зимой? Я не знаю, почему ты думаешь, что тебе не идут яркие цвета, мне кажется, вот с этим цветом цвет глаз проявился. С цветом волос, да, с этим ярким цветом, когда они вместе сочетаются, да, мне стало хорошо. Когда было без сережек, было, ну скажем так, не очень, я немножко терялась во всем этом образе, мое лицо в нем терялось, и теперь все хорошо. Мой третий образ. В нем я отталкивалась от вот этой просто превосходной, я в нее влюбилась, зеленой, яркой, насыщенной кожаной юбки. Она у меня здесь с такими акцентными черными вставками, поэтому мне очень хотелось, чтобы эта геометричность повторялась еще где-то в образе. Именно поэтому на внутренний слой я выбрала тельняшку, и она у меня выглядывает. Можно сделать, чтобы и рукава выглядывали, и в данном случае здесь на груди. Можно оставить только один какой-то акцент, это тоже допустимо. Сверху я очень хотела пиджак из денима, но здесь я его не нашла, зато нашла рубашку. А с рубашкой я поступила следующим образом. Так как юбка стройнящая, юбка визуально красиво садится на талии, то мне очень захотелось эту талию подчеркнуть. Поэтому рубашку я не просто на выпуск сделала, а завернула ее вот таким вот интересным образом. Получилось стильно, получилось интересно, и получилось, что я создала визуально красивую линию талии. Дополнила я образ вот такой сумочкой. Здесь тоже у меня повторяется геометрия, да, так же как и на юбке, так же как и на тельняшке. Поэтому все это прекрасно объединено этой сумкой. Но также можно было взять и сделать какую-нибудь акцентную, например, красную из моего прошлого образа. Это вот прям вариант для самых смелых, кому хочется еще больше яркости. Но обратите внимание, все равно основной акцент остался на юбке. Она занимает большое количество пространства. Второй по значимости цвет – это синий, джинсовый. Его тоже достаточно много, но за счет того, что он затемненный, он не так сильно бросается в глаза. А вот сумочка уже именно как яркая вишенка на торте, завершающая этот образ. И ее тут совсем чуть-чуть. Поэтому, кто боится переборщить с яркими цветами в образе, старайтесь, чтобы какой-то второй-третий цвет, присутствующий в нем, был в небольшом количестве. А еще для тех, кто в оверсайзе боится выглядеть крупнее, чем он есть. На самом деле, если грамотно использовать оверсайз, то вы наоборот будете выглядеть стройнее. У меня достаточно объемная джинсовая рубашка, но при этом я открыла свои тонкие части тела. И за счет этого ощущение, что рубашка объемная, а я в ней внутри еще более хрупкая, чем есть. На ваших экранах третья пара образов от наших стилистов-имиджмейкеров. Ну что, удалось вам сегодня вдохновиться образами на зиму 2024-2025? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из стилистов сегодняшней битвы победил. Элина Кузнецова или Ольга Епифанова. Ждем ваши комментарии. Ну что, дорогие мои стилисты-имиджмейкеры, расскажите о своих эмоциях. Вам сегодня было легко, тяжело, понравилось, нет? Очень легко и очень понравилось. Наверное, самая вдохновленная и легкая была битва стилистов для меня, потому что с каждым образом все больше и больше и больше находилось каких-то классных вещей, и оно все как-то складывалось вот так вот по щелчку пальцев. Я хочу сказать, что да, давно не было такой легкости при сборе образов. Дизайнеры постарались, и это не может не радовать. У меня в примерочной еще, ну, как минимум, два, а то и три образа, которые мне хотелось бы примерить, показать. Но это уже, может быть, оставим вам на следующий раз. Давайте второй тур битвы стилистов с образами. Голосуйте, голосуйте, делать нам второй тур. Ну, а мы ждем от вас, дорогие друзья, комментарии, какой из образов вам понравился сегодня больше всего. И чтобы, возможно, вы не надели никогда в своей жизни. Кто победил сегодня? Ольга Епифанова или Элина Кузнецова? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ну, а с вами был проект Стильно. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Мы все сказали, все, что хотели? Да, да. Да, да.